слава богу дорогие друзья слава богу за то что мы вместе за то что хорошая погода за то что у нас сегодня много детей которые прославляют господа слава богу за прекрасное пение хора слава богу за много гостей которые к нам приехали и к потом приехали к пархоменкам приехали гости из калифорнии у нас есть гости, из Канады, из Трай-Сити. Слава Богу за то, что мы можем вместе собираться, вместе славить Господа, вместе наслаждаться жизнью. Аминь. Мы с вами люди смертные. И мы, к сожалению, знаем, что если Христос не придет, мы умрем. Но большое благословение заключается в том, что мы не знаем, когда на самом деле мы умрем. А что, если бы вам сказали, что у вас осталось 24 часа? Вы знаете точно, у вас осталось времени очень мало. Как бы вы прожили последние 24 часа своей жизни? Вообще такая мысль, она напрягает вас немножечко? Она отрезвляет вас немножечко? Мне кажется, не просто немножечко, она сильно отрезвляет. Она меняет приоритеты в нашей жизни. Она как-то расставляет все на свои места. Интересно, что этот вопрос, он как бы не новый. Этот вопрос задавали многим людям. И мне интересно было в интернете почитать разные ответы разных людей на этот вопрос. И по ответу я мог определить, сколько лет человеку, который на него отвечает. Потому что молодежь отвечала по одному, те, кто постарше, отвечали совершенно по-другому. Разные приоритеты в жизни, разные ценности, разные какие-то идеалы, разные стремления. Вот что говорит Джозеф Перес. Я думаю, что этот человек уже женатый, человек, у которого есть дети. И вот что он говорит. Первое, что бы я сделал, я бы связался со своей семьей и друзьями, чтобы попрощаться и получить поддержку. Я перевел бы все деньги на счет жены, дал бы ей все пароли. Затем я бы долго думал, что сказать, как последние слова. Потому что даже когда люди тебя игнорировали всю жизнь, почему-то они хотят услышать твои последние слова. Если бы вам оставалось, вы знали точно, мне осталось не больше, чем 24 часа. Что бы вы сделали? Когда Саре задали этот вопрос, она сказала, ой, я сейчас заплачу. Но когда я умру, я хотела бы, чтобы я была в хороших отношениях со всеми вокруг. Скажите, это важно или нет? После того, как она это сказала, она сделала паузу и добавила, а чего же я жду? Что бы вы сделали? Если бы вам оставалось, вы знали, что остается не больше, чем 24 часа. Один человек говорит, я бы пошел на исповедь, а потом пошел бы на пляж с бутылочкой вина и четками, и ждал бы, когда настанет вечный сон. Когда у молодежи спрашивали, многие из них говорили, что я бы использовал все возможные наркотики, потому что уже знаешь, что ты никогда не станешь наркоманом, потому что у тебя уже не будет этого пристрастия. Кто-то говорит, я бы пошел в самый лучший ресторан, кто-то говорит, я бы перецеловал всех девушек, которые мне нравились. У разных людей есть разные ценности в жизни. А что бы вы сделали, если бы узнали, что у вас осталось совсем немного? Если можно, чтобы мы включили слайды. Бейли Селлерс говорит, «Мой отец умер от рака, когда мне было 16 лет. Перед смертью он связался с цветочным магазином и заплатил им наперед, чтобы я получал от цветы на свое день рождения до 21 года». Отец умирает от рака. У него есть дочь. Дочери 16 лет. Он связывается с цветочным магазином и просит, чтобы они на каждый ее день рождения присылали и цветочным магазином. Он пишет пять разных открыток, которые положит вместе с цветами, которые положит вместе с цветами, которые она будет читать. И вот последняя открытка. «Бейли, это мое последнее письмо тебе, пока мы не встретимся опять. Я не хочу, чтобы ты плакала обо мне, моя девочка. Ты навсегда останешься самой прекрасной жемчужиной, которая у меня когда-либо была. Сегодня тебе исполняется 21. И я хочу, чтобы ты всегда уважала маму и была верна самой себе. Будь счастлива и живи на полной. Я люблю тебя, Бога. С днем рождения, папочка». Почему мы начинаем именно с этого вопроса? «Если бы вы знали, что у вас осталось 24 часа». Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 13 главе знал, что у Него осталось 24 часа. В 13 главе первом стихе Он говорит, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу. Иисус знал, что время наступило. Иисус знал, что у Него осталось очень мало времени и очень многое еще хочется сказать своим ученикам. И в этом плане Евангелие от Иоанна, оно уникально. Ведь если Христос прожил 33 года, и кто-то описывает Его жизнь, то можно было бы логически предположить, что, ну, будет 33 главы в Евангелии. И на каждый год мы выделим по одной главе, и такие самые важные моменты из жизни Иисуса мы расскажем. Но не так происходит, особенно в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, оно отличается тем, что из 21 главы с 1 по 12, это вся жизнь Иисуса от Его начала, в начале было Слово, даже до Его рождения, до последней недели жизни Иисуса. И с 13 главы по 21, это то, что произошло в последний день жизни Иисуса, и потом, что произошло при Его воскресении. Фактически все, что мы читаем с 13 главы и дальше, это последние слова Иисуса своим ученикам, своим последователям. Иисус, зная, что пришел час, Его знает, что Ему осталось времени совсем мало. Он собирается с учениками, Библия нам говорит, что Христос обращается к ученикам, говорит, я очень хотел быть вместе с вами. Он находит уединенное место, где бы был только Он и Его ученики. Но здесь возникает проблема Иисуса, есть нечто очень важное, очень нужное, что нужно сказать ученикам, а ученики не готовы этого слышать. Они на своей волне. Они, если бы выражаться современным языком, каждый сидит у себя на телефоне, они не готовы слышать Иисуса. Знаете, о чем думали ученики, о чем они спорили? Они словно смотрели друг к другу в телефон, у кого больше лайков, кто из них лучше, кто из них больше. Они спорили между тем, кто из них будет по правую сторону, кто по левую. А Иисус пытается им донести нечто важное, они не готовы этого слышать. И поэтому 13 глава начинается с того, что Иисус вообще ничего не говорит. Он просто склоняется на колени и начинает умывать ноги ученикам. Для чего? У тебя же совсем мало времени, нужно им сейчас все выложить, все рассказать, все расставить по полочкам. Но проблема в том, они сейчас ничего не слышат, они не готовы. Они хотя физически, они присутствуют вроде бы здесь, но своими мыслями их здесь нету. Чтобы привлечь их внимание, научить их уроку смирения, Христос склоняется на колени и моет им ноги. Первая половина 13 главы Христос не говорит ни одного слова. И если бы Петр не начал что-то говорить, то Иисус бы и там ничего не сказал. Сегодня мы с вами будем исследовать последние слова Иисуса к своим ученикам. Это не мои слова. Это то, что умирающий Спаситель хотел, чтобы мы запомнили, чтобы мы это ценили, чтобы мы это держали в своем сердце. Он очень хотел, чтобы эти слова не просто залетели в одно ухо, а вылетели из другого. Именно поэтому Иоанн это все записывает. Потому что даже ученики, когда это все происходило, мне кажется, они это вот так и не поняли. Только потом, взирая назад, они смогли оценить ту мудрость и то величие слов, с которыми Спаситель обращается. Сегодня мы будем исследовать слова Христа, которые Он говорит в 15 главе Евангелия Теяна. 13, 14, 15, 16 главы это все последние слова Иисуса. 17 глава это последняя молитва Иисуса. Иоанн понимает, это очень важно. Иоанн говорит, я хочу, чтобы все верующие всех веков знали, какие были последние слова Иисуса. Что Он хотел нам сказать. Урок, который мы сегодня с вами будем извлекать из 15 главы, он настолько важен, что Христос в 10 стихах повторяет 7 раз одно и то же слово. 7 раз повторяет одну и ту же фразу. 7 раз говорит о том, что это важно, это важно, это важно. у вас было когда-нибудь такое, что вам бабушка или дедушка, особенно почему-то это происходит именно с бабушками и дедушками, они вам тылдычили одно и то же постоянно, одно и то же, одно и то же. Бывало у вас такое или нет? Я помню, я думаю, ну сколько уже можно? Ну ты слышишь или не слышишь? Да слышал, уже сто раз слышал, я уже даже сейчас наперед скажу, что вы мне сейчас будете говорить. И слыша, я не слышал. И только сейчас, вспоминая те слова, у меня потихонечку начинает заходить, что бабушка и дедушка мне хотели сказать. Нечто подобное пережили ученики. И почему я об этом особенно говорю? Потому что только Иоанн, который уже последний писал Евангелие, который писал его уже не 10, не 20, и даже не 30 лет спустя, он уже на эти вещи обращает внимание. Ни Матвей, ни Марк, ни Лука, ну как-то не упоминают об этом. Итак, что же это за урок? Прежде чем Иисус преподаст этот урок в Евангелии от Иоанна 15 главе, Он использует очень важную иллюстрацию, чтобы нам все-таки понять суть того, что Христос желает нам сказать. Евангелие от Иоанна 15 глава, и стих 1, Он говорит, «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой то виноградарь». Казалось бы, ну что тут такого? Что Христос пытается нам сказать? Для израильтян этот язык был очень понятный. Эта аналогия была понятна. В Ветхом Завете Израиль сравнивался с виноградником, с лозой неоднократно. Это был очень ценный, очень привлекательный, очень, ну такой дорогостоящий или ценный продукт в Израиле. виноград и все, что было связано с виноградом. Христос говорит, что настоящая, истинная виноградная лоза это Я. Я есмь, а Отец Мой виноградарь. Всякую ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы она более принесла плода. Смотри, интересно, Христос говорит, что Я виноградная лоза, Отец виноградарь, и фактически Он говорит, а Вы ветви. Так вот, ветви, которые растут, если они плода не приносят, то о чем это говорит? О чем говорит? Ну, если плода на ней нет, то если даже и листьев нет, она мертвая, она пустая, она, хотя она может быть привита, она может расти отсюда. Вроде бы визуально контакты есть, но там где-то внутри, там где не видно, этого контакта нет. Но это видно потом, что нету плодов. И Он говорит, всякую ветвь, не приносящую плода, что делает Отец? Он отсекает. А всякую приносящую плод, что Он делает? Ой, Ее нельзя трогать. Так или нет? Нет, Ее тоже нужно трогать. Ее тоже нужно в некоторых местах подрезать, отрезать. Для чего? Очищать. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы она принесла еще больше плода. В нашей жизни Богу приходится некоторые вещи отрезать. Почему? Потому что они мешают нам приносить плод. Очень часто, когда говоришь с кем-то о какой-то проблеме, человек говорит, ну что тут плохого? Ну тут же ничего такого плохого нет. Вопрос не в том, что тут плохого, вопрос в том, что тут хорошего. Помогает ли это тебе в твоей христианской жизни? Помогает ли это тебе в твоих отношениях с Богом? Как же мне развивать эти отношения? Как же мне приносить плод? Как это вообще возможно? Как мне очиститься? Как Бог это делает? Неужели Он с ножницами приходит и отрезает руку или ногу? Как это делается? Он говорит, вы уже очищены через что? Через Слово, которое Я проповедовал вам. Когда мы проводим время в Слове Божьем, когда это Слово наполняет нас изнутри, оно нас очищает. Некоторые вещи, некоторые привычки, некоторые наши зависимости Богу приходится отрезать. для того, чтобы мы могли иметь более тесную связь, чтобы мы могли приносить больше плода. Это иллюстрация, которую приводит Христос. Теперь смотрите, что Он говорит, как урок. Самое важное Христос говорит. Что сделаете? Первое слово. «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете где? Во Мне». Христос обращается к ученикам. Это Его последние слова. Христос желает, чтобы они были успешными. Христос желает, чтобы они принесли много плода. Христос понимает, что сатана будет направлять все свои силы на то, чтобы сбить их с пути, чтобы они отвернулись, чтобы они поколебались, чтобы они не были верны Богу. И Христос должен им дать какое-то, ну, как будто бы противоядие. Он должен им показать, вот путь к успеху, вот что нужно делать. И вот эту фразу «Прибудьте во Мне», он повторяет семь раз в семи стихах. «Прибудьте во Мне, прибудьте во Мне, прибудьте во Мне, прибудьте во Мне». Он говорит, как ветвь, но не может она. «Я вам гарантию даю», говорит Христос, «это невозможно, чтобы ветвь сама по себе принесла плод. Если она не будет привитая, если она не будет вместе с лозоем. Сегодня брат Николай помог мне, и у нас есть, как вы думаете, что? У нас есть не лоза, а ветвь. Вот есть у нас здесь уже, даже мы видим такие первые плоды, которые еще не созрели. Вот если мы с вами все вместе будем сильно стараться, будем напрягаться, будем прилагать все свои усилия для того, чтобы этот виноград, он созрел, и чтобы вырос еще новый, и чтобы эта ветвь была плодородная, мы сможем с вами это сделать? Вот брат Филипп уверен, что нет, все остальные сомневаются. Я вам могу ее дать, вы можете попробовать после служения все силы приложить, все, что угодно можете делать. Нет, своими силами прививать нельзя. Своими силами. Мы можем пробовать, мы можем стараться, мы можем как-то пытаться, сколько угодно, ничего не получится. Что нужно? Нужно, чтобы вот эта ветвь, она была привита к лозе. Брат Михаил подсказывает, а прививать можно? Давайте мы представим, что мы ее привили. Привили, обмотали изолентой. Почем мы узнаем на самом деле, привилась ли она или нет? Почем? Мы не видим, что там внутри происходит. Мы не можем видеть, течет сок, не течет сок, попадает туда питательный элемент и не попадает. Но что мы можем увидеть? Мы можем посмотреть на листья, мы можем посмотреть на этот виноград. я думаю, что сейчас уже ее поздно прививать, да, брат Николай? Уже это надо в другое время года делать, и с другой немножечко веткой и без плодов. Без меня, говорит Христос, я вам даю гарантию, вы не можете ничего. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может сама собой приносить плода, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы кто? Вет. Кто, какое слово использует Христос? Кто пребывает во мне, и я в нем, тот что? Автоматически тот приносит много плода. Очень часто мы концентрируем, я по себе говорю, мы концентрируемся на том, я хочу, чтобы у меня было много плода, я хочу быть вот таким, как тот проповедник, я хочу быть вот таким же успешным, как тот человек, я хочу быть таким же успешным, как был Христос в своей жизни, как в христианской жизни, я хочу быть, как апостол Павел или как апостол Петр, я хочу, чтобы у меня было столько плода. На чем христианину нужно концентрировать все свое внимание? Христос говорит, если вы прибудете во мне, то как результат, тот принесет много плода. Но если вы во мне не пребудете, то как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, толку не будет никакого. Далее Христос говорит, кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Замечаете, что какое-то слово Иисус повторяет еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Тем прославится Отец Мой, если принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей. Как и Я соблюл заповеди Отца Моего и, что делаю? Пребываю в Его любви. Четвертый стих, Христос говорит, пребудьте во Мне. Пятый стих, кто пребывает во Мне. Шестой, кто не пребудет во Мне. Седьмой, если пребудете во Мне. Девятый, пребудьте в любви Моей. Девятый, пребудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви. Что означает пребывать? Когда я исследовал этот отрывок, вот семь раз Христос использует одно и то же слово. Одно и то же, одно и то же. Что означает пребывать? Словарь дает следующее определение. Пребывать, находиться где-нибудь или в каком-нибудь состоянии. Не покидать, оставаться. В чем разница между жить в доме и пребывать в доме? Пребывать, это находиться. Да, я живу у себя дома, но я сейчас нахожусь дома или нет? Пребываю ли я прямо сейчас? Нет. Одно дело работать в тюрьме, другое дело пребывать в тюрьме. Есть разница или нет? Можно сказать, что вот и один человек, и второй, они сейчас находятся в тюрьме. Но один там работает, а второй пребывает. Есть разница? В чем разница? Разница огромная. Один может выйти, второй не может выйти. Он там живет, он там спит, ночует днем, вечером, ночью. Он там пребывает. Пребывает в местах, называем, лишения свободы. Христос говорит, пребудьте во мне. Это не просто связь, это постоянная связь. Вот как лоза. Вот эта лоза, она пребывала, эта ветвь, она пребывала на лозе. Она все время была там, но сегодня утром ее, скажем так, отстегнули. Что с ней теперь будет? Ну ладно, ну что с ней будет, но подумаешь, каких-то там 3-4 часа без лозы побудет. Что с ней будет? Эту связь ее нельзя разрывать, говорит Христос. Вот это слово пребудьте, оно отличается от будьте в том, что это связь, которая должна быть постоянно, неразрывна, которая должна быть, мы всегда вместе со Христом. И в этом ключевой урок, который Иисус хотел оставить своим ученикам и нам всего. Для того, чтобы они как-то лучше Его запомнили, чтобы они лучше Его поняли, Христос им дает символы на последней вечере. Символы, которые тоже нас учат тому же уроку. Интересно, что все свои семь Я-Есм, вот этих семь выражений, которыми Христос описывает себя Я-Есм, он начинает со слов Я-Есм хлеба. И помните, мы с вами рассматривали, говорили о том, что вот если мы имеем много хлеба, и мы смотрим на хлеб, и мы все знаем о хлебе, и мы знаем все факты, мы знаем, какие, сколько там энергии содержится, из чего он сделан, приносит ли этот хлеб нам пользу, да или нет? Когда он нам принесет пользу по-настоящему? Вот вы голодны, и вам говорят, не переживай, мы сейчас тебя заведем туда, там, где много хлеба, только смотри, ничего не ешь. Христос, принесет вам пользу такое пребывание, там, где много хлеба? Нет. Хлеб приносит пользу только тогда, когда мы его съедаем, когда мы пережевываем, глотаем, и он распадается на маленькие частицы, которые всасываются в весь наш организм, в нашу кровь, и наполняет нас изнутри, все наше тело. Христос дает ученикам два символа – хлеб и вино. Но Христос начинает свои семь «я есмь» со слов «я есмь» хлеб и заканчивает словами «я есмь виноградная лоза». Христос желает, чтобы мы усвоили для себя очень важный урок. Без Него мы не можем ничего. И Он желает, чтобы мы об этом помнили. И поэтому вводит эти символы как постоянное напоминание, что Христос должен нас наполнять изнутри. Он не просто дал мазь или какой-то елей, которым ученики должны были помазывать себя. Он не просто сказал «вот вам значок, вы его где-то повесьте у себя на видное место и смотрите на него». Он дает им такие символы, которые можно было бы выпить и съесть. Потому что символизирует то, что Христос должен наполнять меня изнутри. И Христос фактически говорит, если это есть, то больше ничего не может. Все остальное будет автоматически. Но если этого нету, тогда у вас нету ничего. Иоанн потом позже в первом послании напишет «имеющий Сына Божия имеет жизнь». «Жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни вечной». Для чего нам, чтобы Христос пребывал в нас? Что означает пребывать во Христе? Пребывать во Христе значит постоянно принимать Его Дух и жить безоговорочно, отдавая себя для Его служения. Все, что Господь мне велит сделать, сделаю. Я хочу безоговорочно отдавать себя на Его служение. Связь человека с Богом, что говорится, не должна прерываться. Вот эта лоза, мы прервали ее ветвь, прервали связь с лозой, все, она умрет. И как виноградная ветвь непрерывно получает питание от живой лозы, так и мы должны соединяться с Иисусом и через веру получать от Него силу и совершенство Его характера. Итак, для чего же нам пребывать во Христе? В 11 стихе Евангелия от Иоанна 15 главы Христос говорит «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Христос им семь раз повторяет одно и то же, а потом говорит «Я это вот для чего сказал, для того, чтобы вы были счастливыми людьми». Это то, что любой отец желает для своей дочери, то, что любая мать желает для своего сына, то, что Господь сегодня желает для нас, чтобы мы были счастливы. Без Него мы не можем быть по-настоящему счастливы. С Ним мы не можем быть несчастными. Он говорит «Сие сказал я вам, чтобы моя радость в вас пребывала». Сегодня Господь желает наполнить нас изнутри. Желает, чтобы мы пребывали с Ним, Он в нас и мы в Нем. Желаете ли вы сказать «Господи, я хочу быть с Тобою, я хочу, чтобы Ты наполнил меня изнутри, чтобы Ты очистил меня через брата или через сестру, когда мы будем совершать служение на гомовенье. Чтобы Ты наполнил меня собою, когда мы будем принимать символы тела и крови Христова». Желаете ли вы сказать «Господи, соверши это в моей жизни». Давайте мы поднимемся для молитвы. Отец наш Небесный, Господь, мы желаем сегодня пребывать в Тебе и мы желаем, чтобы Ты пребывал в нас через Твое Слово. Господь, мы желаем, чтобы Ты наполнил нас Твоим Духом. Мы желаем, чтобы Ты очистил нас от всякой скверны, от всякого греха. Господь, сегодня мы даем Тебе разрешение очистить нас от всего, что мешает нам в нашей жизни приносить много плода для славы Твоей. Господь, сегодня мы желаем быть близки с Тобой, как никогда. Мы желаем быть верны Тебе, послушны Тебе. Мы желаем, чтобы Ты вел нас, а мы шли за Тобой. Благослови наше служение. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Аминь.